Настоящая империя со своими законами, правилами и понятиями. Именно так отзываются местные жители о бизнесе Валерия Кана. Давать комментарии на камеру люди отказываются, говорят потом проблем не избежать. Всех несогласных Валерий быстро наказывает. По словам пострадавших, слов на ветер чиновник не бросает, сразу переходит к делу. Тем и живет. Уже много лет именно он контролирует бизнес на Дальнем Востоке. Деловая репутация или правила игры в стиле 90-х? После ухода Хорошавина и после прихода нового начальника ФСБ по Приморскому краю, началась активная кампания по борьбе с контрабандистами. Люди, которые имели дело непосредственно с Валерием, утверждают, что он очень ушлый и, по их мнению, страшный человек. То есть, по их словам, он может и запугивать, может и физически давить на своих оппонентов, на своих партнеров по бизнесу. Кстати говоря, мы рисковали несколько моментов таких, что он партнером по бизнесу, которые вкладывались в уссурийский терминал известный, сдолжал порядка 250 миллионов долларов. Так и не отдал. Кто же он на самом деле? Мы не можем ответить на этот вопрос, однако имеем право предположить. Валерий Кан – депутат законодательного собрания Приморского края. 37-летний корейский красавец – лидер краевой ячейки молодой гвардии Единой России. Президент краевой федерации Тэквондо, учредитель и глава благотворительного фонда поддержки спорта и социальных инициатив. Он же – человек с поддельным дипломом о высшем образовании. В прошлом – владелец сети такси с приятным досугом. И хозяин первого в уссурийске борделя Валерия. Засветился Валерий Кан и в отрасли международных грузоперевозок. Правда, бизнес сейчас оформлен на супругу и ее родственников. Но до недавнего времени на депутате числился целый автопарк грузовиков. Идеология этой программы именно в том, чтобы вместе жители не ждали, когда кто-то им установит, не ждали и не обижались на власти, потому что есть определенные проблемы, есть определенные программы, они работают сегодня, а сами попытались сделать то, что сегодня они считают актуальным. Субтитры создавал DimaTorzok